вы только посмотрите на эти великолепные цветы на эти изгибы на эти прекрасного качества лепестки на эти заломы на эти поломанные стебли друзья я в восторге всем привет с вами академия лэйси бёрд меня зовут даша и сегодня мы собираем композицию из списания поехали пожалуй списание это одна из самых неприятных частей работы флориста то есть что ходит в списание это цветы которые мы не сумели реализовать которые отжили свою жизнь и отправляются в мусорку либо это цветы поломанные с поставок либо вы что-то собирали для букета и у вас некоторые позиции сломались прямо при сборке такое тоже случается то есть это цветы могут быть с короткими стеблями если в последнем случае это можно реализовать в какие-то коробки композиции небольшие то вот в случае с уже умершим к сожалению мы ничего не сделаем кроме реализации этих цветов для наших социальных сетей для контента мы на просторах пинтереста встретили много композиций которые сделаны из лома очевидно и тоже академия лэйси бёрд славится тем что в социальных сетях вы можете встретить различные креативные композиции именно из списания то есть мы для этого не используем какие-то живые свежие цветы и эти списанные растения мы можем потрошить на лепестки красить поджигать делать с ними все что угодно то есть кадре они смотрятся неплохо покупателя мы их конечно же продать не можем но можем реализовать именно для контента это мы сегодня и будем делать начнем пожалуй с выбора вазы какого-то кашпо в котором мы будем делать нашу композицию у меня три варианта такая вот история достаточно интересная по форме я склоняюсь ближе всего к ней но есть еще еще две позиции такая вот тортница тоже неплохая но на мой взгляд достаточно широкая и совершенно необычная ваза мне даже даже не знаю как ее назвать вот с тремя отверстиями там проволока уже делали мы с ней какие-то штучки на для наших фотографий но вот даже не знаю я от пожалуй что я склоняюсь к этой и выберу именно ее нам необходимо выбрать некоторый материал в который мы будем ставить наши цветы целом можно было бы работать на кинзане но из-за того что моя ваза мое кашпо не очень глубокая тут будет небольшое количество воды цветов достаточно много а поэтому я выбрала оазис но нам необходимо его с вами закрепить для этого я буду использовать флористические лягушки такой вот стульчик и флористический пластилин от фирмы оазис мы отрываем небольшой кусочек пластилина нам нужно его хорошенько в руках разогреть чтобы он точно сцепился с поверхностью поверхность при этом должна быть полностью сухой потому что пластилин не терпит воды и далее мы берем нашу лягушку крепим к ней пластилин и дальше достаточно с таким усилием крепим к нашей таре со второй делаем то же самое количество этих самых лягушек зависит от площади оазиса у меня всего лишь половинка поэтому много мне не нужно в целом можно было бы и одной обойтись но сегодня для демонстрации я решила сделать две лягушки у нас установлены они достаточно четко сцеплены с поверхностью вот это видимо не очень не разогрелась либо я не слишком сильно на нее надавила но в любом случае они закреплены и наш оазис не должен сдвигаться с места дальше мы берем нашу флористическую пену и таким вот образом нанизываем ее на лягушке все она плотно стоит никуда не двигается такую технику вы можете использовать когда делаете например какие-то композиции на стол свадебный например либо просто для украшения когда вам нужно такое кашпо как-то оформить лягушки для этого отлично подойдут следующий наш шаг это срезать небольшое количество пены немножко как ее закруглить чтобы в эти ребра если я буду вставлять цветы скорее всего я это буду делать они там тоже находились очень устойчиво на самом деле так как цветы у нас практически из мусорки не обижайтесь дорогие растения но это так будем честны можно этого и не делать тем более если это быстрая какая-то задача но как бы в рамках обучения в рамках нашего видео я это все-таки сделаю потому что это необходимо все уазис у нас готов будем собирать композицию из цветов у нас сегодня потрясающие хризантемы которые были на оформлении то есть это неделя полторы стойкости потом они стояли довольно долго нас холодильнике на специальной полочке креатив и вот они здесь вот нашим видео наконец-то я чуть-чуть их зачищу вот вы видите в каком они прекрасном состоянии вообще потрясающие но я думаю видели на первых на первых роликах и вот моя задача сделать так чтобы вот ну совсем уже страшно откровенно отправились в самый центр потому что до photoshop у нас существует можно там что-то о все что-то отредактировать но тем не менее все таки это должно иметь ну какой-то более менее презентабельный вид надеюсь она не посыпется у меня сейчас но в любом случае мы это можем потом исправить случае с хризантемами страшная вещь но тем не менее работающая вы можете использовать клей например у вас посыпалась хризантема я знаю так делают и в рознице но пожалуйста не делайте так для ваших клиентов это очень плохой момент потому что затем к вам придет клиент и скажет что что-то не так у него с цветком он в клею почему-то этого не нужно этим злоупотреблять но в рамках креатива в рамках вот каких-то таких штучек вы можете себе это позвать устанавливают цветы достаточно воздушно у меня их не так много как хотелось бы вот у нас было много хризантем но всегда хочется больше все таки так и я задам думаю некоторые вот сейчас поживее какую-нибудь найду нет если найду но на самом деле та еще задачка конечно вы видите как они выглядят это целый вообще целый челлендж сегодня честно говорят для меня но вы нас кстати как-то спрашивали как мы делаем композиция на задний план когда мы снимаем видео так вот это все тоже очень часто всякое разное уже списанное я думаю я даже сделаю привык немножко подрежу уже вот видите сухим слоем страшные сон флористы сейчас происходят но что у нас недавно был хэллоуин поэтому почему бы нет собственно так она ну слишком плоха я хочу поставить ее прям опа вглубь тем более этот оазис немножечко его ну под закрыть хочет на говоря так кто же из вас дорогие мои хризантемы пойдет наверх ну пожалуй ты чудеса фотошопа нас сегодня будут преследовать наш смм-менеджер который будет все это фотографировать уже потирает ручки и уверена мне вот даже интересно насколько плохо и побито это выглядит в камеру сейчас вот у нас толик за кадром то ли как это выглядит отлично выглядит все можно ну всегда в целом и композиции собирать для youtube а никто не заметит разницы лан шучу я уверена что на крупных кадрах видно все видно все подноготную этой композы так и у меня есть не менее прекрасный не менее свежий немножко потрепанный жизнью орнитогалу но мы не можем его винить очень похож он на меня в течь в конце рабочей недели вот прям я примерно так же выгляжу уверенно так чуть-чуть его почищу вы кстати знали ли о том что орнитогалом это совершенно потрясающий цветок который может неделями стоять это во-первых раскрываться во вторых и в третьих его можно даже без воды ставить вот то есть он не требует прямо питания много вот так попробуйте еще у меня в качестве такого забивочного материала потому что так я хочу прикрыть оазис как вы видите у меня в основном лицевая сторона сзади не думаю что я что-то буду располагать хотя у меня есть прекрасно сухая малина тоже вот декоративная зелень у вас немножечко отошла в другой мир скажем так можно ее использовать вот для таких целей то есть это на самом деле очень хороший вызов себе это хорошая площадка для вашего творчества потому что ну не все признаем это собственники бизнеса владельцы цветочных ратуют за то чтобы вы для своих каких-то креативных идей использовали именно живые цветы которые могли бы пойти для продажи а тут все уже их песенка спета не выкидывать же так такой вот у меня я хочу его знаете что поставить на шпажку почему бы и нет в рамках нашего сегодняшнего видео вообще можем что угодно делать так он уже сильно переломился как новый сейчас плохому вас научу потом вы будете такое дело так нельзя это только креативное видео только креативное не более того по шикарно смотрите он еще распустился так прямо раскрылся здорово вот когда вы видели арнитогалум вообще в таком состоянии цветущим обычно он приходит как кукурузка такая закрытая мне кажется даже не все флористы видели его таком состоянии а этот вот прям лохматый такой красивый необычный я считаю так арнитогалум имеет очень интересные изгибы и нам важно эти изгибы использовать для себя использовать для динамики в нашей невероятной композиции то есть вы таким образом показываете как вы работаете с небольшим количеством цветов то есть это вот сегодня мне так подфартило что у меня 10 хризантем примерно 10 не знаю не считала арнитогалумов ну такой вот он да обычно их даже меньше бывает цветов у нас так ну что на шпажку тебя стоит или на проволоку на проволоку мне кажется будет даже удобнее потому что раз уж он имеет изгиб давайте его использовать так ни в коем случае мы не режем проволоку секатором да потому что это вам в дальнейшем аукнется что вы будете вынуждены купить новый секатор так но что-то получается что-то что-то симпатично мне нравится что получается так слышно этот мерзкий звук когда вот я двигаю до и про свой голос так куда же нам деть эту хризантему она тоже достаточно отжила свою жизнь так немножко назад что-то нам дать вот алиум у нас есть великолепнейший но он один тоже с какого-то оформления осталось выглядеть достаточно свежо можно его использовать вам я шучу нельзя им туда использовать но выглядит он не прям чтобы так плохо так куда бы тебя поставить моя прекрасная хризантема немножко назад или немножко в бок я вот наверное склоняясь ближе к ковому направлению да так и время орнитоговому не нужен какой-то небольшой небольшой как раз он коротенький для того чтобы поставить в левую часть моей композиции ой очень медитативное занятие чик-чик цветы все почистить насколько это представляется возможным одно неловкое движение и цветов у нас становится меньше ну что поделать нужно быть аккуратнее так работаю легко непринужденно то есть это понятное дело совершенно не коммерческая история нет нет больше она про творчество про какое-то вот выражение ваших творческих мыслей вашего творческого потенциала почему бы и нет так вот этот вот немножечко он нам сухой как их еще называть сухой весь ладно я думаю мы его куда-то вниз в глубь поставим потому что повторюсь цветов у нас немного не то чтобы мы можем ими знаете разбрасываться направо и налево так тоже у нас тут немножечко почивший по направлению переломился у него стебель то есть у орнитогалова он тоже такой водянистый достаточно ему не нужно очень много воды ставить когда вы храните его в холодильнике поэтому следите за этим чтобы он у вас не загнул вазе такс красно ну что что-то такое у нас получается ну что пришло время для нашей сухой малины не знаю зачем я подрезаю учитывая что она сухая но это видимо все дела привычки так тоже использую направление которое дает мне эта зелень я специально выбрала из всего в списание красивой достаточно веточки не вот так интересно заканчиваются это необходимо я думаю что я сделала побольше группу с левой стороны и поменьше вот просто в дырочке поставлю на поддержку что-то наша композиция практически готова осталось закрыть эту часть мхом мог у меня стабилизированный поэтому его можно переиспользовать очень много раз на самом деле в рамках какой-то креативной съемки даже возможно не надо этого делать но все таки я хочу сделать все красиво эстетично делаю такие шпильки мы уже показывали вам их нашем видео разборку новогодней композиции тоже абсолютно техника из флористической проволоки герберной и такими вот группками ставлю мох делаем страницей но я Надеюсь, вы готовы увидеть финальный результат, потому что наша композиция готова! Вот что у нас сегодня получилось. Мне кажется, очень свежо, несмотря на состояние цветов. Сейчас мы пойдем сфотографируем все это креативно и, конечно же, поделимся здесь финальным результатом уже креативной съемки. Я надеюсь, что в этом видео мы полноценно раскрыли для вас мысль о том, что для какого-то креатива, для какой-то творческой съемки не обязательно использовать свежие цветы. Для этого вполне подойдут растения из списания, поэтому не думайте сразу все выкидывать в мусорку, сохраняйте на специальной полочке. Самое главное, чтобы этого не видели легенды. Ну, а я вам пожелаю вдохновения, конечно же, креативных классных съемок и минимизации списания. Всем пока-пока, увидимся в следующем видео.